Сейчас игра против Саутгемптона, они идут в самом низу турнирной таблицы, поэтому мы сыграем резервным составом и сыграем на ярких моментах атаки. Погнали! Думал я, что эта серия будет последней, но многие ребята хотят увидеть суперкубки, и если мы выиграем в чемпионате, то будем играть в суперкубки английской лиги, ну а также поборемся, конечно же, в Лиге Чемпионов, постараемся и там выиграть, чтобы сыграть в суперкубке. Но нужно для начала пройти Мадридский Реал в полуфинале, хоть мы и выиграли в первом матче в прошлой серии 4-2, я думаю, ответная игра получится не менее жаркой, тем более играть мы будем на выезде. Но сейчас пока матчи чемпионата и игра против Саутгемптона. А вот и первый неплохой момент у нас, 23-я минута, Аубамиянг сейчас несется на ворота соперника, и посмотрим, что из этого получится. Хороший черпачок на Нельсона, Нельсон бьет, ребята, и забивает. Здесь уже никто гол не отнимет, как помните в прошлой серии, у нас было на ярких моментах, что мы пробили, и орбитер решил просто свистнуть, не засчитав нам забитый мяч. Но здесь все четенько, Аубамиянг делает черпачок, Нельсон забивает, и у нас спустя пару минут еще и угловой ворот гостей, но посмотрим, что мы сможем из этого извлечь. Пошла подача, пока соперник отбивается. Томас Парти. Неплохо, Виейра, прострел, удар. Ой-ой-ой, Нельсон должен был забивать, у нас счет 1-1. И 45-я минута, концовка первого тайма, Аубамиянг снова летит на ворота соперника, снова черпачок на Нельсона, скидка. И вот здесь уже накрыли. 54-я минута, сольный проход Аубамиянга с центра поля, мы несемся 1-1 на ворота соперника. И этот момент, конечно, нужно реализовывать. Аубамиянг, удар, и гол. Ну такие моменты, ребята, реализовывать нужно. Аубамиянг с этим справился. И вот как резервист нашего состава, мне он очень нравится, много моментов реализует. У нас штрафной 2-1. 66-я минута. И Зинченко у мяча. Зинченко. Берет разбег, бьет поворотом, голкипер спасает. Финальный свисток, это победа 2-1. И три очка в копилке нашей команды. Ну а вот и ответная встреча с мадридским Реалом. Мы отправляемся на Сантьяго Бернабеу. И вот стартовые составы команд. Как мы видим, у Реала в нападении все так же. Единственное, Вальвердо сегодня выходит вместо Родриго. Но, ребята, это нам не делает игру легче. У нас сегодня выходит также основа. Мы, ребята, поехали. 4-2. Казалось бы, очень неплохой результат для первого матча. И неплохой результат для ответной встречи. Но мадридский Реал, мне кажется, у себя дома может показать еще более яркую игру, чем на выезде. И отыграть два мяча без каких-либо проблем. Нам сегодня нужно действовать полностью, сконцентрировано. Держать Венисиуса, не давать ему создавать опасность, которую он создавал в прошлом матче. Этого парня, на мой взгляд, действительно очень сложно сдержать. И он создал очень много проблем нашей обороны в первом матче. Габи Жесус разводит мяч с центра поля. Поехали. 5 минут позади, пока аккуратно действует мадридский Реал. Не форсирует события. Не несутся они активно как-то в атаку. Ну и вот здесь ошиблись с пасом. И уже нашим ребятам нужно выходить из обороны в атаку. Но Эдегор мяч теряет. Венисиус. Здорово. Встретили его. Сака. Не получилось передачу Милинка Вячесавича. Новая атака мадридского Реала. Удар поворотом. Но здесь удар не получился как следует. Поэтому особых проблем у нашего галкипера не возникло. А здесь Карим Бензима поддавил. Сегодня Бензима я вижу из глубины. Действует. Классная передача на Венисиуса. Где мяч? Просто повезло, ребята. Просто повезло. Нужно сейчас выдохнуть. Я честно думал, что в итоге мяч заскочит в наши ворота, когда он уже на ногу сопернику выскочил. Я думал, что все. И никак пока у нас не получается сделать передачу последнюю для того, чтобы выйти на ворота соперника и хотя бы пробить. Реал очень здорово действует в отборе и быстро перепасовывается. Это Венисиус убирает сейчас футболиста. Карим Бензима бьет поворотом. Еще один момент. И Рамсдейл вступает в игру. И снова Венисиус. Ребята, что он творит? Что творит этот парень? Венисиус просто делает игру мадридского Реала. И я не знаю, как его законтролировать. Потому как этот парень просто волшебно работает с мячом. Посмотрите, как он здесь на микроконтроле. И тир не просто обошел. Выдал Кариму Бензима. И тот пустил мяч в пустые ворота. Точно так же Реал забивал и в прошлом матче. Счет становится 4-3. И у нас уже нет вариантов на ошибку. Сака, Габи, Жезус. Момент. Жезусу мяч в руку попал. Пока немножко как-то сковано действуют футболисты нашей команды. А мадридский Реал напротив. Очень шустро несется вперед. Карим Бензима. Прострел. Венисиус. Удар. И еще один гол. 34-я минута. 4-4. Мадридский Реал забивает 2. И я говорил, что этим парням не составит труда забить 2 гола. И не получается пока никак у нашей обороны накрыть их атаки. По факту они могли забить уже и 4. Потому что моменты были, а мы никак не можем дойти до ворот. Все те передачи, которые у нас есть, они просто заканчиваются вот так вот в ногах соперника. И ничего мы с этим сделать не можем. У нас последняя пятиминутка первого тайма угловой в исполнении мадридского Реала. И снова, снова ребята, они через Венисиуса проводят свою атаку. Ну посмотрите, как он держит. Как он держит мяч. И еще один опаснейший момент. В первом тайме хозяева были нагло выше нашей команды. Они смогли забить 2. И у нас пока просто ноль. Ноль моментов у ворот соперника. Ни одна передача толком не проходит. Не знаю, какая-то вот действительно есть скованность в игре нашей команды. И просто не получается пойти вперед. Это Юри Телеманс. Набирает он сейчас скорость. Пас на Мартинелли. Здорово. Вот это хорошая атака, ребята. Кати в центр. Жезус. Вот мы тоже умеем так забивать. Это 5-4 и 2-1, ребята. И Габи Жезус с передачи Мартинелли делает счет в пользу нашей команды. Нам не нужно много моментов. Но здесь очень здорово. Смогли разорвать оборону Реала. И забить гол. Это 2-1. Это 5-4 по сумме. И теперь уже, мне кажется, Реалу нужно немножко торопиться. А нас наоборот устроит. Устроит, ребята, все то, что есть. Сака. Можно подавать на дальнюю. Но нет. Немного не хватило силы, чтобы мяч зашел до Мартинелли. Снова передача на Мартинелли. И тот почти просочился через оборону соперника. Но, к сожалению, не вышло. Здорово. Юри Телеманс. Пас на Габи Жезуса. Жезус. Заскочил в штрафную. Удар Жезуса. И спасает. Спасает, ребята, Тибо Куртуа. Габи Жезус. Удар Жезуса. Выше. Неплохо сейчас Реал разыгрывает. Это Родриго. Заскакивает уже в нашу штрафную. Но встречает его. Эдегор. Снова Мартинелли. Габи Жезус. В штрафную заскочил. Пас на Мартинелли. Ну же. И Эдегор не успел пробить. Жезус. Там Ясу. Удар по воротам. Молодцом. Молодцом, Рамсдейл. Ой-ой-ой. Салиба. И Рамсдейл. Красавец. И все. Ребята, с трудом. Но мы выигрываем в этом двухматчевом противостоянии. Мадридский Реал, конечно, были хороши. Но мы нашли свой момент. Мы его реализовали. Могли забить и еще. Но этого минимального счета хватило. 5-4. Мы по сумме проходим Реал. И ждем. Кто же окажется вместе с нами в финале. Статистика в пользу Реала. Но они в первом тайме очень много создали моментов. Мы уже как-то начали реабилитироваться во втором тайме. И в итоге смогли хотя бы забить один гол, который стал для нас победным. Игра против Nottingham Forest. И это снова, ребята, яркие моменты. Сыграем основой. Потом следующий матч мы сыграем резервом на ярких моментах. Ну а конец серии. У нас финал кубка. И там уже будет биться основа. Поехали. У нас Калюлю восстановился от тяжелейшей травмы. Пока он еще на пластыре. Но я думаю, в ближайшее время он придет в себя. И возможно в одном из матчей даже сможет выйти. И еще почувствовать вот этот вот накал финала сезона. 7 месяцев этот парень восстанавливался. И вот наконец-таки смог восстановиться. Ну а мы начинаем яркие моменты матча против Nottingham Forest. Арсенал проводит контратаку. У нас десятая минута. Как мы видим, довольно много футболистов соперника сейчас. Передача на Габи Жезуса. А вот теперь можно бежать. Жезус. Удар в дальний. Жезус открывает счет. Давненько. Габи Жезус в чемпионате не забивал. Нужно, кстати говоря, будет посмотреть, какая у нас там статистика в бомбардирской гонке. Давно мы туда не заглядывали. Ну а также взглянем, сколько голевых передач. У нас штрафной. У мяча Мартинелли. Но отсюда бить, наверное, будет очень сложно. Так что попробуем, наверное, навесить. У Габи Жезуса 22 гола в 25 матчах. Ой-ой-ой, Тирни. Грубо в него влетели. Но вроде как без травмы обошлось. По-прежнему 1-0. Нам нужно забивать. У нас еще угловой. Но уже с другого фланга. 10 минут остается до конца первого тайма. Габи Жезус приходит помочь. Жезус. И крути в дальний. Отбился соперник. Мартинелли. Это Салиба. Удар в дальний. Тилиманс. Красиво. Жезус в штангу попадает. Еще один угловой. Под самый занавес первого тайма. Неплохо разыгрываем. Но пока Ноттингем Форест немножечко везет. Эдегор. Подача. Соперник отбивается. Еще момент. И Габриэль пробивал. Арсенал получает возможность для навеса. 66 минута. Но вот кому навешивать. Когда здесь никого нет из наших парней. Габи Жезус забегает. Ну и здесь очень много футболистов Ноттингем Форест. По-прежнему 1-1. Сольный проход Габи Жезуса. За 12 минут до конца. Эдегор. Удар. Галкипер тащит. Ну сейчас так Ноттингем Форест может и забить. Нет. В итоге 1-0. Минимальная победа. И 3 очка в копилке. Лучший бомбардир лиги. Пока Криштиану Роналду. 23 гола в 36 матчах. Харри Кейн и Габи Жезус. По 22 гола забили. По голевым передачам здесь Эдегор. На третьем месте лидирует Диас из Ливерпуля. Ну а по сухим матчам Алисон Беккер и Рамсдейл разделяют первое место. По-прежнему отрыв в 6 очков. Ну а и по-прежнему у нас игра в запасе от Челси. И у нас есть шанс сделать отрыв в 9 очков. И уже, так скажем, через игру сделать зону недосягаемости. И оформить чемпионство. У нас сейчас игра против Кристал Пелос. Быстренько я проскипаю пресс-конференцию и отправимся на игру. Вот стартовые составы команд. Как я и говорил, будем играть вторым составом. И переходим к ярким моментам. Честно скажу, вот лично на мой взгляд, яркие моменты, даже атаки, гораздо интереснее, чем просто симуляция, где мы видим расчет по цифрам. Здесь есть вариант того, что в любой момент наша команда может пропустить. И от меня лично здесь ничего вообще не зависит. Ну и при этом нужно еще постараться реализовать свои моменты. А это тоже, так скажем, небольшой рандом. Вот с Нотингем Форест, казалось бы, наша команда могла забить гораздо больше, если бы мы играли целый матч. Ну а на ярких моментах скромненько выиграли 1-0. У нас 30-я минута. Сольный проход Аубамиянга. И нужно просто бежать на ворота соперника. Был уже такой момент в прошлом матче. Аубамиянг, удар. Он забивает. Отлично. 1-0. Такие моменты, конечно, нужно забивать. Казалось на секунду, что далеко я мяч отпустил, но успел в последний момент ткнуть мяч в ближний и нижний угол. Это 1-0. Еще один сольный проход. 38-я минута. Но здесь уже защитник. Но мы попробуем. Попробуем убежать. Аубамиянг. Надо бить в дальний. Удар Аубамиянга. Тащит голкипер. И первый тайм на этом, как я понимаю, завершен. Здесь уже ничья. 1-1. 65-я минута. И Нельсон с Аубамиянгом разворачивают новую атаку. Но нужно просто выдавать на пустые. Хорошо. Хорошо, ребята. 76-я минута. Еще одна атака на ворота соперника. Зинченко. Пас на Аубамиянга. Классная, классная передача. Аубамиянг, удар. Добей. Есть гол. Это хэт-трик Аубамиянга. Пусть и не сразу, но мы смогли забить. Звучит финальный свисток. В итоге 3-2. Кристал Пелос смогли забить еще в концовке. Ну и по всей видимости, это, ребята, был наш главный матч сезона. Я имею в виду это досрочное чемпионство, поскольку и болельщики, и наши футболисты все празднуют. Чемпионы, чемпионы, скандируют трибуны. Хэт-трик Аубамиянга приносит чемпионство нашей команде. Ну, понятное дело, что не от его хэт-трика все зависело, и мы могли еще и в следующих матчах побороться. Но досрочно чемпионами мы становимся именно в этой игре. А кто у нас, кстати говоря, сейчас капитан во втором составе? Кто поднимет кубок над головой своих партнеров? Джака, ребята. Джака. Не просто так. Именно капитанская повязка на нем. В прошлом сезоне он помогал биться на футбольном поле. Ну, а теперь по праву поднимает кубок. В английской лиге мы становимся чемпионами досрочно еще за три тура до конца. Это было здорово. Это было здорово. Мы долго к этому шли. В первом сезоне немножко не хватило. Ну, а во втором мы показали всю мощь. И за счет нашего второго состава, ребята, мы как раз таки смогли придерживаться хорошей формы. Ну, а Джака по праву. По праву поднимает этот кубок над головой. Ну, а сейчас нас ждет финал Emirates Cup, где мы встретимся с Нью-Каслом. Тоже довольно непростая команда. Она смогла пробиться в финал этого турнира. Давайте сейчас поставим нашу домашнюю форму. Сыграем мы в домашний. И Нью-Касл тоже будет играть в домашний. И выходим мы играть нашим основным составом. Все в хорошей форме. И поехали. Я очень надеюсь, что наши футболисты сейчас не очень сильно праздновали победу в чемпионате. И сил на остаток сезона хватит. Нам нужно сейчас сыграть уверенно в этом финальном матче Emirates Cup. Ну, а также после этого постараться завершить сезон финальным матчем Лиги Чемпионов. Но, как я и говорил, это будет уже в следующей серии. Также нас будет ждать и Суперкубок, ребята. Ну, а сейчас нужно выложиться по максимуму и постараться обыграть Нью-Касл. Стадион сегодня заполнен. Великолепная погода. Ну и вот красавец Куба. Кэмми Рейтс Кап. Которая одна из команд в итоге поднимет над головой Нью-Касл. На минутку выиграли у Тоттенхэма. Выиграли у Эвертона. Хорошие команды были ими пройдены. Ну и вот сейчас мы с ними встречаемся в финале. И посмотрим, кто же окажется сильнее. Центрополя. Исак начинает эту встречу. Поехали. Нью-Касл это все-таки не мадридский реал. Но недооценивать их тоже не стоит. Мартинелли. Эдегор. Попытка удара. Габи Жезус. И вот он первый момент. И уже спасает голкипер. Ну и сразу-сразу пытаемся побыстрее развивать атаку. Габи Жезус. Удар в дальний. Поуп намертво забирает мяч. Эдегор. Габи Жезус. Мартинелли. Удар его. Но снова Поуп. Снова Поуп в игре спасает. У нас 17 минут позади. И пока Нью-Касл особой опасности не создал. Но и мы пока забить не смогли. Здорово. Салева. Никакого пенальти. Трибуны, конечно, яростно вскрикнули. Они посчитали, что было нарушение правил. Но арбитр молчит. И снова Жезус. Ну же. Мяч в воротах. Помешал немножко защитник, мне кажется, Поупу. И в итоге тот не увидел удар Габи Жезуса. Ну а Жезус, ребята, у нас забивает в каждом турнире. Ему без разницы. Лига чемпионов. Кубок. Чемпионат. Он может забить везде. Ну и Мартинелли здорово увидел партнера. Поупу действительно помешал. Игрок защиты. Это 1-0. Это 23-я минута. Мы выходим вперед. И нужно продолжать в том же духе. Габи Жезус. Пас на Мартинелли. Тот катит на Сака. Сака бьет и не попадает. Это был шанс на второй гол. Здорово. Тирни. Все спокойно. Пытается Ньюкасл как-то активно вот через левый фланг пойти в атаку. Но пока ничего не выходит. В итоге они и проваливаются сами в обороне. Габи Жезус хотел пяточкой на Сака сыграть. Прокинули мяч через Тирни. Ой-ой-ой. Вот это опасно, ребята. Удар по воротам есть. И спасает Рамсдейл. Немного моментов у Ньюкасла было в первом тайме. Но в концовочке они попытались создать что-то неприятное для нашего голкипера. И арбитр пока не свистит. Он будто пытается довести дело до взятия наших ворот. Но не тут-то было. Мы отбились. Первый тайм завершен. Пока 1-0. И еще не ясно, кто же окажется сильнее по итогу. Сейчас первый тайм мне почему-то напомнил первый тайм с мадридским Реалом у них дома. Когда они создавали уйму моментов. Забили. Но забили, правда, два. А мы, к сожалению, ничего не могли создать. И Ньюкасл сейчас в первом тайме тоже особо ничего не мог создать. Но вот выходят уже и главные футболисты их команды. Сэнд Максимин появляется на поле. Этот парень может сейчас скружить оборону. 54-я минута. Ньюкасл сейчас с мячом в атаке. Неплохо разыгрывают. Удар поворотом. Рамсдейл. Габи Жезус. Неплохая передача. Тилиманс добить. А нет, там будет пенальти. Мяч попадает в руку. 59-я минута. И сейчас Габи Жезус, скорее всего, будет исполнять 11-метровый удар. Ну да, рука была. Габи Жезус. Аккуратно в противоположный угол от голкипера делает Жезус дубль. Это 59-я минута. И плюс один шаг до взятия кубка. Ну аккуратно Жезус подсек мяч. А полк упал в противоположный угол. Габи Жезуса. Пять голов в пяти матчах кубка. Тоже весьма неплохая статистика. Но они у Касла не сдаются. Продолжают они. Продолжают идти в атаку. И вот, кстати говоря, до пенальти у них был неплохой момент. Прострел. Удар. И снова Рамсдейл. Но вот не сказать, что у Нью-Касла моментов-то нету. Раза три они могли забить нам. А здесь хорошая стеночка. Мартинелли. Понесся в штрафную. Удар Мартинелли. Красотища. 3-0. Здесь Мартинелли шикарно использовал свой момент. И показывает, да, на геймпадике мной управляли. И посмотрите, как он убрал защитника перед собой. Хоп. В стороночку. И аккуратно катнул в дальний угол. Это, ребята, 3-0. И четкий выстрел Мартинелли под дальнюю штангу. Там ясу. Все-таки один гол они забивают. И 10 минут еще до конца. Это Исак. Ну вот у них был похожий момент в прошлой атаке. Когда мы не доиграли. И Сен-Максимин, кстати говоря, поучаствовал. Здесь уже Рамсдейл не сумел отбить мяч. У нас выходит Зинченко вместо Юрия Телеманса. И остается 10 минут. Арбитр добавил 2 минуты. Мартинелли снова несется по флангу. Ждет он сейчас партнеров. Передача на Габи Жезуса. Жезус убирает соперника. Жезус удар и хэт-трик. Хэт-трик Габи Жезуса все-таки, ребята, состоялся. Это 4-1. И это уверенная победа в финале Кубка Эмирейтс Кап. Ну и Габи Жезус, я надеюсь, что становится лучшим бомбардиром этого турнира. И здесь снова микродвижение. Убирает он соперника. И забивает. Свой третий мяч. У нас Тирни уступает место на поле Уайту. Но это уже так. Замена ради небольшого подтягивания времени. И все. Финальный свисток. Победа. И второй Кубок в этой серии. Мы стали чемпионами Англии. Мы выиграли Кубок Эмирейтс Кап. Ну а это значит, что, ребята, мы двигаемся в правильном направлении. К этому мы шли. Не осталось буквально сделать последний шаг. Это финал Лиги Чемпионов, который будет в следующей серии. Ну а также, как я и говорил, нас будут ждать еще и ребята в Суперкубке. Я надеюсь, этот выпуск вам понравился. Поддержите его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok